Салам, родные мои! Добро пожаловать на новый видеоролик, и сегодня мы с вами будем снова зарабатывать. Мы с вами будем смотреть новую работу и будем получать много денег, надеюсь, конечно, я на это. Ну или же я получу мало денег и скажу, что это была самая худшая работа. Хотя, в принципе, я уже снял данный видеоролик, и я знаю, сколько я заработаю. Для того, чтобы вы посмотрели этот видеоролик и оценили его по достоинству. И именно сейчас, перед новогодними праздниками, я решил максимально много для вас снимать, хотя вы проголосовали за два ролика в неделю. Но, конечно же, после нового года, скорее всего, так и будет, потому что мы все будем отдыхать. Ну что, заряжаем свои лайки, заряжаем свои подписки, заряжаем свои комментарии и отправляемся смотреть именно этот видеоролик. Ну а потом можете посмотреть и другие мои видеоролики на канале, они такие же интересные, крутые, и оцените их тоже лайками. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Что ж, сразу оказываемся в центре занятости и идем устраиваться на работу. Увольняемся с работы, хотя я нигде не был устроен, и выбираем работу дальнобойщика. Но после стандартной процедуры мы еще и выбираем квест на работу дальнобойщика, чтобы получить за это бонусы. И конечно же самое лучшее это сундук с премией, за который мы потом получим хорошую денежку, продав его на центральном рынке. Далее заходим в GPS навигатор и находим работу дальнобойщика, и отправляемся по метке. Сперва хочу посмотреть работу дальнобойщика на нефтебазе, а потом уже посмотрим на развозки оружия, что это из себя представляет и где выгоднее всего работать. Очень удобно, что аренда автомобилей сразу же находится на нефтебазе, где можно сразу же взять прицеп и загрузить его нефтью. Арендовываем фуру, цепляем прицеп, выбираем самый выгодный маршрут, который у нас есть, загружаем прицеп и отправляемся в город. Вот что я делаю не так, что у меня каждый раз оцепляется этот груз. Вот сколько раз я не пытался, столько раз у меня все время происходят какие-то траблы. Слава богу, что я максимально сейчас удобно его скинул, и я попробую его взять внизу. Цепляю прицеп и пытаюсь снова отправиться на нефтебазу, потому что маркер у меня стоит именно туда. В этот раз я поеду в Лос-Сантос и посмотрим сколько мы с вами заработаем чистых денег. Какая-то странная конструкция, не знаю, может она была давно добавлена, но что-то интересное тут. Приехали на место, разгрузились и получили сразу же деньги. Я так понял, вот на этом моменте у меня произошел какой-то баг. Мало того, что почему-то текстурки начали мерцать, так еще и мне выдал список того, куда везти следующий груз. Хотя у меня все еще нету прицепа, мне нужно за ним отправиться назад. Но отправляться за ним я не собираюсь, поэтому сейчас мы будем с вами смотреть следующую вариацию работы дальнобойщика. Ну а перед этим возьмем листовку у какого-то чела, который раздает ее около железнодорожного вокзала Лас-Вентурас. Наверное он за это просто получает какие-то бонусы или выполняет задания, но мне не сложно. Вызываем такси через будку. Какой-то чел мне вообще предлагает купить скин, чего я точно не хочу, потому что все думают, что в этом скине я администратор сервера. Сразу сажусь в такси и отправляюсь. Снова со мной какой-то чел, которому тоже куда-то надо, но благо мне повезло с водителем и он выполняет именно мой заказ. Какая-то слишком странная у него дорога, мне кажется можно было доехать быстрее и короче, но скорее всего он просто хотел заработать денег побольше и поэтому повез меня именно так. Но так или иначе он меня довез, ставим ему 5 звезд. А вот и очередные челики, которые думают, что я администратор. Пробуем арендовать фуру, снова цепляем прицеп. И здесь у нас уже список такой же как и на прошлой работе, но цены немного похуже. В принципе здесь больше вариантов куда можно везти, но при этом здесь намного меньше платят. Загружаем снова прицеп и снова происходит какой-то трэш. Меня просто перевернуло резко, как будто бы в меня кто-то врезался, но при этом я просто задел скорее всего текстурку игры. Ждем минуту для того, чтобы арендовать следующий грузовик. Арендуем грузовик, берем прицеп, выбираем заказ и снова переворачиваемся. Снова арендовываем грузовик, снова выбираем заказ, снова загружаемся и в этот раз успешно отправляемся на заказ. Доезжаем до заказа, разгружаемся и получаем 53 тысячи. В принципе весь маршрут у меня занял 2-3 минутки, плюс-минус и в целом 50 тысяч. Итого за условные 5 минут можно заработать 100 тысяч. Но я решил сделать еще один заказик. Снова беру прицеп, выбираю заказ, ожидаю очередь в этот раз. Попадается мне какой-то максимально странный человек, который видимо не понимает как вообще ездить на этой хуре. Ему мало места, поэтому я уступаю ему, чтобы он мог загрузиться. Он уезжает, а я загружаюсь. И снова отправляюсь в то же самое место. Снова разгружаюсь, получаю 53 тысячи. И теперь хочу отправиться на авторынок, посмотреть какие там автомобили есть и возможно что-то себе куплю. Вроде как что-то тут есть, но как-то мне не особо все это нравится. Побегал я, посмотрел автомобили и понял, что на данный момент именно тут никаких нету интересных предложений. Поэтому в следующей серии я поеду на автобазар и буду смотреть себе первый автомобиль. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Надеюсь он был интересен. Надеюсь вы поставили лайк. И надеюсь, что вы уже написали свой комментарий. Всем удачи и хорошо встретить наступающий новый год.